Ну что ж, друзья, теперь нотка серьезности в нашей телепередаче. Александр Ухмановский, Политик Новых. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам подсказали, что вы можете нам немножечко приоткрыть такой занавес, как гендерный мониторинг среди актуальной политики сейчас. Как сейчас обстоят дела с гендерным разделением в политике украинской? Женщины рвутся в политику. Женщины всегда рвутся в политику. Княгиня Ольга, все. Давайте разделим, что такое политика. Если мы говорим про семейные отношения, то есть своего рода начало политической жизни, то в целом украинский менталитет – это женщина рулит. Если мы же говорим про большую политику, то женщины в украинском политике занимали достаточно незначительное место. Хотя мы все знаем достаточно известные фигуры в политике, то есть дошедшие до высших постов практически, ну до самых почти высших постов. И это показатель того, что в целом у нас общество действительно демократично, и женщина имеет все возможности попасть на любой уровень власти. Есть шанс у тебя. Маленький такой, но есть. Небольшой, 30-процентный, как по квоте. Вот, ваше личное мнение, вот эта вот квота, она не является чем-то вот надуманным и притянутым, возможно? Ну, то есть, если нет в партии такого количества женщин, или нет такого количества желающих? Вы знаете, да, скорее всего, ну, скорее в европейские все-таки нормы, потому что у них принято, да, у них принято давать в полном, больше полномочий, защищать, давать квоты меньшинству. То есть, если женщин мало в политике, значит, давайте дадим им квоты, чтобы получилось больше. Я, наверное, лично никогда не наблюдал каких-либо проблем в участии, да, в женщин в политике. Как бы, все то же самое, на самом деле. Мы можем посмотреть, и те же самые, есть ресурсные, да, там, женщины, кандидаты, бизнесмены, которые идут в власть, импозантные. Точно так же мы видим негодяек, да, которых, которые недавно были в партии. Ну, куда же в политике без таких людей? Без этого, то есть, все точно так же. И на самом деле, вот самое интересное, и с европейскими наблюдателями, когда я разговариваю, я всегда это подчеркиваю, что мы много лет проводим исследования социологические, и как ни смешно, но женщины сами вроде как должны поддерживать своих же, да, но женщины больше, больше своей массе голосуют за кандидатов мужчин. Ну, конечно, красивые, импозантные люди в костюмах, как же. Красивые, красивые, импозантные, сильное плечо, тут много можно говорить о них. У каждой красивой девушки-депутатов должна быть подруга некрасивой девушке. Ну, вот как ни смешно, я говорю, что на самом деле, сами же женщины выбирают мужчин, то есть, здесь нет, здесь же нету какой-нибудь, да, от власти, ребята голосуют только за мужчин. Либо же нету же у нас в обществе, ну, у нас не, там, не шариат, да, что женщина должна в платке ходить. То есть, в принципе, это мнение нашего общества, да, что выбирают больше мужчин. А это чем-то связано? Это у нас общество такое? Или женщины завидуют таким женщинам, которые стали... Дело не отпускают. Дело привычки, мне кажется. Да, вы знаете, тут много можно различных версий выдвигать, начиная с хохмы, что да, ну, какие женщины-подружки, да, конечно же, они именно спецом проголосуют. Конечно, собрались три мужчины, естественно, должны пошутить. Да, можно с точки зрения шовинизма, можно, с другой стороны, действительно, взять немножко психологию, что все-таки женщины стремятся увидеть какого-то, в нашем менталитете все-таки мужчина, защитник, воин, да, то есть, высшие должности, политика. То есть, довериться можно только мужчине. Довериться мужчине, да. То есть, вариантов у них масса, и на самом деле, это задача социологов изучать, почему украинский менталитет такой, хотя, опять же, да, подчеркиваем, что, ну, всегда в украинской семье управляла женщина, начиная с наших анекдотов, тех же украинских, да, кума, ты, да, женька, женька, все боятся женщин, но при этом в политику почему-то выбирают. То есть, женщины, как просто серый кардинал, то есть, мужчины, я думаю, да, жаль, мужчина, голова, женщина, это, это ж откуда, это партлёр, да, возможно, пусть идёт политика занимается, а я тут пока всё, с джойстиком. Не, ну, и плюс, это ж реальная проблема для Верховной Рады, вот, хорошо, что сейчас, при помощи, да, в украинской Верховной Раде не много женщин, потому что, когда мужчины не могут договориться, дело подходит к драке. Если будет много женщин, они между собой не договорятся, тоже будет драка. Не буду, они просто не будут разговаривать. Но женские бои, они привлекают больше, они интереснее привлекают больше. Это же телеканал, это, Радо, Митюридиевики, просто. Радо, он побил просто рекорды. Да, да. Это классная идея, мы можем запрендиновать это. Нет. Нет? И перед Трибуной Верховной Раде поставить такой вот бассейн небольшой с грязью. И тогда, и тогда... И говорят, в Верховной Раде льют грязь, да? Женские бои в грязи, в грязи депутатов, привлекаем внимание всех телеканалов центральных, ведущих с западных. Да, деньги на благотворительность, соответственно. И Украина становится лидером на международной дипломатической религии. И сразу же параллельно рекламируем черноземы, в которых они будут драться. Купальники. Купальники. Такое секрет костно. Нет, что-то из украинских, это житомирские купальники. Неведома Виктория. Да, вот такая вот. В принципе, гендерный вопрос, он очень актуален. То есть, надо развивать все-таки ее политику. Хотя, если вернусь к серьезному, то это все-таки давление западного стиля политики. Потому что, наверное, на Западе говорят, почему женщины стремятся продвинуть политику. Ну, вроде как, более миролюбивые, решения принимают более взвешенные, на войну последние моменты идут, да, уж в крайнем случае. Ну, вроде как, да, женщина более добрая. Но в то же время Украина, да, мы всегда по-особенному выглядим. То есть, посмотрите на скандальные лица, да, последнего, там, предыдущего парламента, там, Ахметова, да. Я, ну, все эти приколы с женщинами, ну, последние негодяйки, то есть, которые ратовали, там, за разгон Майдана, побить всех студентов. То есть, они ведут, почему-то, украинские женщины политики ведут себя вообще ничем не лучше мужчин, а то и похуже, там, бандаристы. Да, просто невестные, наверное. Возможно. То есть, у нас нету такого, чтобы, вот, давайте выбирать женщины, наступит мир. Нет. У нас, действительно, надо понимать то, что женщины в политике будут такие же, как и мужчины. Ну, например, Северная Европа, там, Норвегия и так далее, да, они как раз и выбирают, с тем, что, ну, Финляндия, женщины это мир. Ну, да, есть известное фото, где три просто девушки, на первый взгляд, а это фото, вот, а оказывается, что это министр обороны, там, Швеции, Норвегии и еще такими, но у нас это не работает. У нас, выбирая женщину в политику, можешь точно гарантировать, думаешь, что... Можешь сразу переезжать. Можно сразу считать, что если надо будет разгонять третий майдан, там, грубо говоря, они будут спокойно давать команды разгонять, потому что они ведутся точно так же, как мужчины. У нас радость абсолютно, мужчины и женщины. И если мужчину спросить, его можно в чем-то обвинить? Девушка, у меня было плохое настроение. У меня ноготь сломался. У меня ноготь сломался, разгоните майдан. Психанула. Вот, да, психанула. Это будет самая вабулярная проблема. Ой, все. Ой, все. Это вот это, да, самое аффективное. Но зато вы считаете, что вот конкретно украинские женщины в политике, это все-таки они ведут такую же агрессивную политику, как и мужчины. Не такую же агрессивную. Они точно такие же, как и мужчины. Часть пассивные сидят просто, да, ничего не делают. Часть агрессивные. То есть нету различий в реальности. У нас нет различий между мужчинами политиками и женщинами политиками. Поэтому у нас круче, чем в Европе, у нас реальное равенство. То есть надо в Могилянке убрать такой предмет, как гендерная политика? Гендерная политика, это включаясь в себя более широкое понятие. Все, оставляем. В трудовых отношениях у нас. Ладно, оставляем. Железная леди, там, Маргарет Эйчер, Меркель. То есть они на самом деле не железные, они такие там пластилиновые, по-своему. Железные пчеловек. С нашими девушками. Ну, у нас есть своя железная леди. Не будем называть, чтобы не политизировать процесс. Да, нам нельзя. Вот, зато мы разобрались, что у нас гендерное равенство в политике, и это, наверное, здорово. Абсолютно гендерное равенство такое, что и сама Европа нам завидует. Это все у нас в Украине. Спасибо вам огромное. Приходите еще по более веселым поводам, чем выборы. Куда уж веселее, я бы сказал. Спасибо, еще увидимся.